Еще два года назад в это здание, где раньше располагался кинотеатр «Октябрь», должен был переехать в музей истории Адлерского района. Но состояние помещения не позволяет не то что разместить тут экспонаты. Здесь просто невозможно находиться. Здание не отапливается и не проветривается. Из-за этого стены уже покрываются плесенью, а экспонаты нашли временное пристанище в Доме культуры Совхоза «Россия». Музей работает. Выставлена, к сожалению, меньшая часть экспонатов, но мы проводим выездные экскурсии. Выездные мероприятия по школам, садикам нашего района. Но хотелось бы, конечно, передать всю историю и показать большую часть того материала, который у нас есть, чтобы знакомились и местные жители, и подрастающие поколения, и приезжие, и гости, потому что очень много отдыхающих у нас в курорте. К сожалению, нам это выставить негде, так как на данный момент площади экспозиционные у нас очень маленькие. По предварительной оценке, на капитальный ремонт музея необходимо 13 миллионов рублей. Где найти эти средства, обсуждали депутаты городского собрания Сочи на заседании территориальной депутатской группы Адлерского района. Ведь вопросы правильного хранения музейных экспонатов играют далеко не последнюю роль. А многие экспонаты коллекции собраны при участии самих жителей Адлера, и поэтому очень дорогие им. Мне кажется, что Управление культуры должно рассмотреть варианты решения. Все-таки есть орган, который должен заниматься этим вопросом. Но, наверное, учитывая, что должны быть большие средства, надо посмотреть, может быть, в бюджете города их будет недостаточно. И, может быть, нужно посмотреть, есть программы, краевые программы, может быть, с участием софинансирования и так далее, можно этот вопрос решить. Ждёт решение и наболевший вопрос о газификации Адлерского района. Оказалось, что построить газопровод мало. Теперь его нужно запустить по всем правилам. Газопровод, он построен, и по основной массе населённых пунктов он технически готов. То есть Сочи-Горгаз может открыть задвижку и подать газ. Но это только так физически. Документального обоснования это выполнить ни у кого нет. В связи с тем, что по каким-то техническим причинам были отклонения от проекта, когда они строили, они, может, не такие существенные, но они были. И проектная организация не хочет подписывать, потому что нет корректировки. Они хотят за это денежные средства. И немалые. Необходимая сумма исчисляется сотнями миллионов рублей. К сожалению, выслушав все стороны, которые нам докладывали о ситуации по газу, к сожалению, мы видим, что очень много проблем. Причём эти проблемы решаются не только у нас в городе, но и в крае. И очень много различных проблем, которые мы видим, что во многих сёлах в этом году в дома газ именно по новому газопроводу подаваться не будет. А это значит, для того, чтобы жители многочисленных сёл Адлерского района наконец смогли получить газ в свои дома, придётся делать необходимую корректировку существующего проекта и обращаться за помощью к краевым властям. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ